Здравствуйте! Сегодня я хотел бы вам рассказать о телефоне Samsung Galaxy ASEE S5830i. У меня модель белая, еще она выходит в моделях белая с цветочком и черная. Также вы можете приобрести заднюю крышку. Можете купить черный телефон, а крышку вставить белую. Что касается самого телефона. Телефон, впереди расположена кнопка Home, здесь также две кнопки, но они сенсорные. Здесь расположен динамик, чтобы слушать во время разговора что-то, затем веб-камера и регулятор яркости. То есть, если вы заслоните его пальцем, телефон потускнеет. На этом торце находится только одна кнопка. Регулятор громкости. Ну, то есть, больше-меньше громкости. И эта дырочка, как вы все знаете, чтобы, допустим, какой-нибудь шнурок привязать к нему. Здесь написано, естественно, Samsung и динамик расположен. Также вспышка и камера 5 мегапикселей. Здесь расположен у нас разъем для наушников и свод для зарядки и для USB-шнура. Внизу же телефона ничего нету, кроме вот такой полезной штучки, как убиваешь, хоп, открываешь телефон. Что у нас внутри? А, да, забыл рассказать про этот торец. Здесь у нас слот для microSD. У меня стоит на 4 гигабайта. И кнопки блокировки и включения-выключения. Теперь расскажу вам про его внутренности. Что у нас здесь? Здесь у нас, естественно, вот этот динамик, как вы могли понять. Здесь вспышка, камера. Все стандартно. Аккумулятор Samsung. Сюда вставляется непосредственно наша сим-карта. Лучше из такого положения извлекать и всовывать туда, так сказать, флэш-карту, потому что если с крышкой вы ее, очень трудно будет. Надо ногти себе очень хорошие. Так, теперь расскажу вам про размеры, про его. Итак, здесь идет размер 60 на 5, а здесь идет 113, почти 114 миллиметров. Так, теперь перейдем к непосредственному обзору телефона. Вот он включается. Такая выходит включение. Немного долго загружается, но у меня много файлов туда закачано. Такая загружечка классненькая. Ну и, естественно, Samsung. Вот он, я почувствовал, как он вибрирует. Вот про те кнопки, которые я рассказывал. Это кнопка функции, это кнопка назад. Вот сейчас у нас. Это такое меню, когда вот вы разблокировали телефон, вот оно, его можно в любую, в любое место. Также на телефон можно добавлять самые разные виджеты, папки, вот виджеты, горячие клавиши, папки и обои. Вот у меня состоит это рабочий стол из двух, из двух рабочих столов, так сказать. Но можно их добавлять сколько угодно, вот допустим, третий, четвертый рабочий стол и удалять их непосредственно тоже можно, удалив их в корзину. Так, что у нас в телефоне еще есть? У нас в телефоне есть вот такая штучка. Здесь можно включать, выключать Wi-Fi, Bluetooth, GPS, звук и автоповорот. Автоповорот, вот, классная штучка. Видео доступна благодаря эксиллометру. Сейчас покажу. В меню надо зайти в какое-либо меню. Ну, допустим, в то же радио. Вот, видите, я перевернулась, перевернулась. Не будем на этом зацикливаться. Что у нас в меню есть? В меню у нас есть первая кнопочка часы, вторая идет календарь. Заметки, музыка. Ну, вы сами потом разберетесь. На чем хотел обратить внимание. Здесь очень хорошая камера. Вот, сейчас я вам могу даже продемонстрировать. Какое-нибудь видео сейчас включу. Даже нет, фотографию покажу. На камере я снимаю, конечно, плохо, но... Плохое качество, но все же вы оцените фотографию. Ну, вот, допустим, вот эта фотография. Ой, пардон. Вот эта фотография. Вот. Все. Телефон можно настроить под себя, но не будем, опять же, про это рассказывать. Вы сами разберетесь. Чтобы выйти в какие-либо файлы, нажимаете вот здесь. И создаете папки с помощью вот этой же кнопочки, про которую я раньше рассказывал. Также советую закачивать файлы и программы все с Android Market. Потому что в ином случае они могут не пойти или какие-нибудь вирусы вам занести. Вот одна из первых программ, которые я закачаю, советую вам. Вот такая пианино. Вот такая классная программа. Естественно, легендарная на Шенгри Бёрдс. Ну да ладно. Что у нас есть здесь в органайзере? У нас из функций есть, во-первых, календарь, про который я уже рассказывал. Секундомер также есть. Есть часы, непосредственно будильник, калькулятор, заметки. О, кстати, забыл вам рассказать еще про музыку. Музыка здесь очень хорошая. Я вам скажу. Ну вот, включу какую-нибудь, чтобы вы услышали песню. Динамик не включен. Вот такой у нас телефон. ФМ-радио работает только с гарнитурой. Наушники, то есть, не подключены у меня сейчас. Что еще есть? Есть здесь СМС, ММС, МАЛ. Естественно, добавлять можно на рабочий стол любые, ну, что вы захотите. Вот, допустим, берем, заходим в мою галерею, допустим. Захотели, жмете на нее долго, хоп, выхватили. Удалить хотите, опять же, жмете до вибрации, удаляете. Вызовы, вызовы здесь. Вот я сколько пользуюсь, еще полностью не определился, какие-то странные здесь вызовы. Конечно, кнопки здесь большие, хорошие, классно набирать. Ну, вот, я набираю из журналов. А вообще, я создал здесь папку, вот, все контакты. И вот на ней можно будет что угодно здесь. Также хочу рассказать про комплектацию. Телефон был вот в такой коробочке. Сейчас покажу. Телефон был... Ой, я уже не знаю, где эта коробочка. Извините, конечно. А, вот она, вот эта коробочка. Вот в такой коробочке был он, телефон наш. Вот в самом телефоне, в самом телефоне лежала инструкция, чеки там всякие, фигня всякая. Ну, вы поняли, естественно. Так, сам телефон в нем лежал. Затем в нем лежало вот такое, очень удобное, на мой взгляд, зарядное устройство. Ну, втыкается оно вот сюда. То есть, открываете эту крышку и вставляете. Хоп, все. Также здесь шла у нас USB-шнур непосредственно. Он туда же, куда и зарядка вставляется. Вот, вот эта сторона компьютера. Своей памяти у телефона 177 мегабайт, но вам ее не хватит. Поэтому в комплекте идет флэк-карта на 2 гигабайта. Вот она у меня здесь, в таком пакетике, получается. В этом пакетике у нас идет сама непосредственно microSD на 2 гигабайта и слот, чтобы куда-либо ее в другое место вставить. Так, что еще он мне рассказал? А, текст, точно. Набор текста вас, наверное, интересует. Очень может заинтересовать. Ну, вот, допустим, вот. Также можно вводить текст вот так. Настроить можно так, чтобы у меня сейчас русский. Хоп, украинский. Хоп, русский. Вот так, хоп, русский. Так, английский. Хай. И вот здесь символы. Три столчика. Ну, в последнем из них идут смайлы. Уже путаюсь. Естественно, можете все, что угодно здесь делать. Качество игр очень хорошее, скажу вам. Вот, допустим, про скетчу очка. Музыка, правда, громкая, но это ладно. Сейчас продемонстрирую одну из выборов. Почише сделаю, чтобы у меня услышали. Дизаторный уровень, который я не могу пройти за хранит. Какой-то вообще. Качество камеры не сильно хорошее, поэтому... Ну, такое же, как на этом телефоне, так не в мегапиксели. Ну, просто в камеру смотрю, не играю, так. Ну, вот так, как-то, короче, классно. Вот углы обзора в нем не такие уж и плохие. Кстати, хотел бы вам еще рассказать о такой тенденции, как кнопка камеры. Вот Samsung Galaxy стал сейчас такую тенденцию делать, что здесь вот, или здесь, или здесь, нету кнопки для камеры. И это очень плохо. Вот фотографировать надо вот так вот, на эту кнопку нажимая. Или снимать видео, на эту кнопку нажимая. То есть вот так вот нельзя будет нажать. Это очень плохо. Мне кажется, что сейчас телефон Samsung Galaxy косит под iPhone. Но если iPhone не делают кнопку себе камеры, то это не значит, что и Samsung не надо это делать. Наоборот, очень плохо. iPhone хорошая фирма, но вот это ее недостаток. А Samsung берет не то, что надо, а недостатки одни берет с iPhone. Вот, вот, очень хорошо открывается. Телефон также, если вы здесь для безопасности, вот нажимаете долго, он вибрирует и включает. Можно без звука включить, автономный режим и непосредственно заключение телефона. Вот вроде бы все, что я хотела вам сегодня рассказать. Также имеет телефон Wi-Fi. Это был обзор телефона Samsung Galaxy Ace S5830i. Он у меня белый. До свидания. Телефон мне очень понравился. Покупайте. Пользуюсь неделю. Полностью доволен. Так что покупайте и радуйтесь. Это будет лучший выбор, если вы не хотите тратить много денег и купить себе отличный смартфон очень быстрый. Все. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...